МАРШ МИЛЛИОНОВ Наш корреспондент Наталья Панкратова весь день провела сегодня в толпе митингующих и сейчас она на прямой связи со студией программы «Вместе». Наталья, добрый вечер, вам слово. Поэтому толпа быстро рассосалась, что называется. Но по последним данным из числа митингующих госпитализировано 6 человек. Кроме того, в стычке пострадали около 20 бойцов ОМОНа. Причем у одного из них рваные раны. Вот что говорят очевидцы. «Туда стали они подлетать. Парень, голова вот рассечена. Он хотел вытащить, а упал. Он наклонился ему помочь. И в этот момент ему по голове ударили дубинкой». В УВД и Киманка сейчас уже находятся лидеры оппозиции. Навальный, Удальцов и Немцов. Они арестованы. Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Однако сами оппозиционеры утверждают, что ничего плохого они не делали. Надо сказать, что ОМОН действовал довольно жестко. Я вот сейчас попрошу режиссеров показать, как проходили задержания. Ну, марш миллионов на самом деле начинался довольно мирно. и маршрут шествия был разработан следующий. Значит, сначала митингующие собрались на Калужской площади, около метро Октябрьская. Потом они вполне тоже мирно прошли по Большой Якиманке и дошли до Каменного моста. По идее, они должны были свернуть на Болотную площадь на митинг. Здесь на Болотной были уже установлены сцены. Однако, все-таки шествие остановилось в начале, в конце Каменного моста. И там совсем не ясно, что произошло сейчас. По некоторым данным, в полицию откуда-то полетели камни. Якобы это были провокаторы из толпы, зажгли фаеры. Кто-то, это уже доказано, что это был не полицейский, распылился източивый газ. Еще есть версия, что оппозиционеры хотели пройти уже не на Болотную, а направились в сторону Кремля, в сторону Большого Каменного моста. Но подтверждения этой информации сейчас нет. Да и сам лидер оппозиции Алексей Навальный заявил, что он дошел до сцены на Болотной, поднялся собственно на сцену, но микрофоны там были выключены. Есть также информация, что сегодня в центре Москвы произошла массовая драка на Театральной площади. Задержан лидер националистов Дмитрий Демушкин. И вот как бы он точно призывал пойти на Кремль. Но вот его не поддержали, успели задержать. И добавлю, что все-таки этот митинг оппозиции уже можно назвать первым кровавым, потому что до этого все оппозиционные акции были довольно мирные и госпитализированных. И такого количества госпитализированных не было. Напомню, что задержано около 300 человек. Екатерина. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы поскольку сегодня целый день там находились в толпе и собственно с микрофоном и с видеокамерой был наш оператор. Скажите, как митингующие относились к журналистам? Потому что есть сообщение о том, что реакция не всегда была скажем так адекватной. Ну, на самом деле, да, это правда. И особенно, так сказать, сильно досталось журналистам федеральных каналов. Вот автомобили телеканала НТВ и телеканала России были буквально изуродованы. Им прокололи колеса. На машинах были наклеены наклейки. Мусор. В общем, конечно, выглядело это так. Не очень презентабельно. И, в принципе, конечно, митингующие к журналистам, мы это даже почувствовали на себе, были настроены довольно агрессивно. Очень много пришлось выслушать слов не очень добрых. Ну что ж, спасибо, Наталья. Я напоминаю, что наш корреспондент Наталья Панкратова нам только что рассказала об акции российских оппозиционеров, которая сегодня проходила в центре Москвы на Болотной площади. И вот, как только что сообщила Наталья, не обошлось сегодня без жертв. Кстати говоря, один человек, фотограф, это уже абсолютно реальная жертва, он сегодня погиб, потому что он фотографировал с каких-то верхних этажей, вот на Болотной, и упал, сорвался с крыши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова